Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров посетил с рабочим визитом в Восточную Казахстанскую область. Глава Минсельхоза побывал на ряде предприятий и встретился с сельхозтоваропроизводителем региона и представителями СМИ. В рамках рабочего визита в регион министр сельского хозяйства ознакомился с работой модернизированного сырного цеха ТО «Корпорация Восток Молоко» и поговорил с сотрудниками предприятия. Участники встречи обсуждали с главой ведомства актуальные вопросы, касающиеся инвестиций, строительства молочно-товарных ферм, птицефабрики, яичного направления, субсидии, ветеринарии и другие. По ветеринарии вопросов много. Я недавно провел коллеги, ряд вопросов поднимал перед ветеринарами. Мы сейчас будем немножко проводить какие-то изменения, реформирование ветеринарной системы самой. Поэтому создана рабочая группа. На рабочей группе мы обсудим вопросы и потом какое-то решение. Вопросов много по ветеринарным лабораториям, по оборудованию много вопросов. Но сейчас премьер-министр поддержал по оборудованию дополнительно выделить деньги. При граничных областях хотя бы установим эти оборудования. В целом потом и по заработной плате вопросы есть. На 20% подняли и дальше будем думать, как будем поднимать заработную платку. По словам Айдарбека Сапарова, Восточно-Казахстанская область вносит значительный вклад в отрасль сельского хозяйства страны. Ведь в регионе имеются плодородные почвы, функционируют крупные предприятия по переработке масличных культур, проводится работа по элитному семеноводству. Поддержка заводов тоже идет. При строительстве мы поддержали их инвестиционными субсидиями. Кроме этого, за сдачу каждого тонны масличных культур, семян масличных, мы поддерживаем тоже сельхозтоваропроизводители, чтобы поддержали перерабатывающие предприятия. Здесь тоже субсидии до 20-25 тысяч тенге за тоннами выделяемые. Поэтому работа идет также в зерновом хозяйстве. Как отметил министр сельского хозяйства, балбанитет, то есть показатель оценки качества почвы, доходит в Восточном Казахстане до 70%. Регион имеет отличные возможности для сельского хозяйства и поддержка со стороны министерства будет продолжена.